Продолжение следует... привет привет сейчас ребят подождем еще минутки две сейчас запустят эфир на ю тубе сразу же у нас шло светочка добрый вечер я твоя фанатка спасибо мои дорогие так что у нас там запустилось привет всем все запустилось у нас сегодня ребят с вами такая тема интересная и мы ее рассмотрим с другой стороны то есть мы знаете как привыкли мы привыкли разбирать обиды и зависимость да мы привыкли разбирать то что обиды наши там в какой-то более традиционной стороны что это не выставление наших границ не рамок а границ я уже в нескольких эфирах говорила да что рамки и границы это немножечко разные вещи у меня так лицо горит оно у меня прям красное я прям вижу мне что-то вообще жарко стало и мы все время рассматриваем с этой стороны но чтобы себя прокачать чтобы прокачать максимально свой аватар насколько мы можем его прокачать прокачиваем мы свой аватар естественно через голову через голову мы его прокачиваем для того чтобы четко понять и четко устояться в том что мы не есть тело но тело есть в нас то есть я не есть это кофта но кофта это моя и когда у нас приходит это понимание вот этого процесса то у нас тогда приходит и понимание того что мы делаем то есть у нас приходят все наши знания все наши все наши поступки все наши какие-то ощущения восприятия даже критика кому-то у нас они проходят осознанность то есть мы не можем одномоментно убрать эту критику то есть не наступает такого там вау я просветлился и все и такое дзен ловишь дзен потому что многие люди даже не понимают о чем говорят не понимают что такое вот этот вот дзен не понимают что такое когда вот они к чему идти то есть я недавно общалась у меня был индивидуальный марафон с великолепнейшим человеком просто настолько интересны и когда мы с ним начали разговаривать меня каждый раз удивляет что мы сами себя настолько привыкли принижать мы настолько не готовы принимать себя такими какие мы есть нам настолько проще себя все время как-то немножечко кореть ущемлять и как бы мы не говорили что вот я хочу быть лучше я хочу вот это вот я хочу ты не хотим ребят нам очень комфортно в состоянии обид нам очень комфортно в состоянии какой-то неполноценности какой-то недоделанности что то вот прям вот такое вот такое прям чтобы от почему это происходит это происходит даже не потому что мы какие-то не такие а потому что вот этот вот весь солнцу и вот эти вот детские наши установки да даже наверное установки это громко сказано потому что там в детстве установок то нет это ерунда полнейшая с детства вот эти вот модель какая-то поведение которая тянется красной нитью через всю нашу жизнь она нам не дает себя осознать насколько мы великолепны и даже если мы это осознаем наш мозг сразу же нас переключает в мнении так не пойдет то есть представляете когда вы когда вы обижены что с вами происходит почему многие говорят я хочу разобраться с обидой и когда его постоянно наталкиваешь 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 что такое обида и он вроде бы уже даже понимает он говорит как бы да да вот это вот есть вот это точно это действительно так а на следующий день с ним начинаешь разговаривать и у него как будто это отлетает как будто это вылетает потом думаешь а почему так вылетает а все элементарно ребят смотрите когда вы обижены на кого-то то что возникает вас вы начинаете думать что ну как вот он меня обидел то есть обида это сразу же говорит о том что но вот я не такой человек я как бы не не так хочу вот действовать вот я бы так не поступил вот он меня не понял он меня недооценил он что-то там не сказала что-то там не доделал и в результате всего этого вы начинаете что делать себя жалеть а когда мы себя жалеем у нас это что идет с детства когда нас жалко как это идет чувство детства когда в детстве нас жалели родители близкие они нас когда жалеть к ну как правило когда мы либо болели либо что-то вот такое происходило на сразу же так нежненько обнимали ласкали давали какие-то плюшки плюшки не обязательно в том контексте что это обязательно какая-то вкусная еда а плюшки в том контексте что что-то покупали например какой-то там новую игрушку новый конструктор там разрешали там то что не разрешали до этого и вот эти плюшки всегда давали тогда когда вот это вот жалость возникала и чтобы сейчас во взрослой жизни нам это получить мы точно также свои обиды не можем отпустить потому что мы когда в своих обидах тогда мы можем себя пожалеть а когда мы можем себя пожалеть тогда мы можем себе позволить вот эти вот плюшки потому что мы настолько вот в нашей жизни мы настолько собраны настолько мы пытаемся быть вот на каждый ответ найти вопрос на каждый вопрос найти ответ на каждое какое-то действие найти точное какое-то решение и вот мы себе даже не позволяем расслабиться мы себе не позволяем расслабиться даже вспомните когда в последний раз ездили на отдых и вы на отдыхе всегда о чем думали вы вот мы вот вы точечно начинаете расслабляться но весь ваш отдых как правило либо в какой-то работе либо в каких-то звонках либо вы думаете о том что я сейчас отдохну приеду и будет то-то и вы все время в каких-то мыслях все время в мыслях вы без мыслия вот это поймать даже не можете чтобы у вас был отдых и телом и душой и чтобы себе дать такую возможность отдохнуть чтобы себя себе дать такую возможность побаловать себя в этот момент мы начинаем обижаться обижаться на что-то не важно на что то есть каждый может себе придумать любой абсолютно аспект на который вы можете обидеться потому что когда мы в обидах мы начинаем себя жалеть а когда мы начинаем себя жалеть мы позволяем вспоминаю то состояние с детства и начинаем себя баловать своими плюшками то что мы любим именно поэтому не каждый хочет отпустить свои обиды вот так вот немножечко все закручено как бы оно не было банально но вот оно вот все если мы будем разбирать любую ситуацию она будет лежать на поверхности каждая ситуация лежит на поверхности и если мы что-то себе не позволяем если мы что-то не отпускаем себе то это лишь для того что нам это зачем-то нужно чтобы держать себя в тонусе чтобы еще какие-то моменты проработать которые мы думаем которые не факт что так она из которые мы думаем что они не проработаны это как раз касается еще того что я вам сейчас сказала что у меня проходил индивидуальный марафон с мужчиной который прям ну вот он такой знаете вот он мужчина мужчина прям вот вот в корне мужчин то есть у него очень жесткий стержень внутри но самое что интересно что он всегда думал что у него очень много женской энергии что он вот такой вот который особо ничего не может и когда ему начинаешь говорить то есть он изначально я в сухие дни не хочу у меня как бы нет всегда тяжело в сухих днях мне максимум хочется в сухих днях побыть там но грудь я я там бываю сухих дня но у меня максимум доходил до трех дней мне не неинтересно и тут ты конечно же понимаешь что с таким человеком если ты ему скажешь нет все дорогого сейчас у нас идет индивидуальный марафон ты заходишь сухие дни мы будем с тобой прорабатывать то-то то-то как бы но это не с тем человеком это не вниз в любом случае нужно может все понимаешь что в любом случае каждому нужен индивидуальный подход и когда им сказал грунт и прими решение сам как бы ты же сам себе своему телу хозяин если хочешь заходи хочешь не заходи ну хорошо на один два дня зайду заходит он на сухие дни после этих сухих дней он говорит я наверное пойду на три у меня было максимум 3 я наверно 3 пойду после трех дней он говорит у меня никогда не было четырех я зайду на четвертые и когда он был на четвертых он говорит я наверно говорит вообще на 5 даже пойду и когда он пошел на 5 что вы думаете после того как он себя поблагодарил он поймал какой-то кайф от того что вот он он сделал то что раньше не делал не важно что это касается это касается сухих дней либо какой-то иной работы в каждом моменте проявляется человек такой какой он есть в жизни в любой ситуации и он когда он вышел на пятый день сухих знаете что он мне ответил вот я вообще разочарован так себя чувствую двоечником гру почему быть но потому что я взял вышел на пятый день я как бы не хотел ни есть не пить ну как бы ну для чего тогда я вышел он даже не оценил то что он практически в два раза превзошел те свой предыдущий опыт свои какие-то ожидания и это я вам сейчас говорю о том что вы точно так же многие даже не замечаете своего опыта вы очень многие не замечаете того насколько вы вообще каждый раз вы достигаете какой-то новой вершины и вы на это даже не обращаете внимание хотя вы бы хотели обратить внимание но ваш мозг как начинает вас уметь да ты чё вон другие вон как это он смотри она уже сколько не ест смотри он сколько не пьет а мы чувство бы вот только там несколько какое-то количество дней но у каждого свой индивидуальный опыт и если вы не начнете себя ценить вот такого какой вы есть как пока вы не начнете отслеживать себе каждый момент вы в каждом моменте вид индивидуальны вы в каждом моменте восхитительны и у вас каждый момент всегда лучше чем предыдущий и пока вы не научитесь вот это отслеживать вы всегда будете находить вот эти плюшки в чем-то в каком ты в какой-то ерунде в каких-то обидах в каких-то капризах в какой-то неудовлетворенностью жизни но на самом деле это все есть вас уже все вот это великолепие которая есть она заложена в вас и вам нужно только позволить себе его раскрыть позволить себе его прочувствовать и увидеть и как только вы начнете видеть насколько вы гениальны и восхитительны только после этого вы начнете идти вперед просто бегом бежать а пока вы сами себя тормозите вы сами себе говорите так стоп 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 так не надо не 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 тут не про это тут не про то вот тот вот так вот и нужно обязательно убрать сравнение когда меня начинают спрашивать сколько вы не кушаете сколько вы не пьете я сначала отвечала с таким удовольствием думаю ну как бы я отвечу чтобы люди тоже стремились к этому чтобы они понимали что я не такая вот вся не как какая-то совершенная что они точно так же что вы точно также можете к этому прийти а потом я поняла что люди начинают сравнивать и как-то вот мне сейчас особо не хочется говорить сколько чего какая разница это все равно все наши базовые настройки если вы захотите вы к ним придете но самое главное чтобы вы не начали себя сравнивать ни со мной ни с кем-то другим запомните что любое оно всегда отводит вас назад как бы она не было то есть если вы себя сравниваете с более высоким человеком с более таким которым которому вы стремитесь до вы всегда чувствуете свою свое несовершенство и она вас как бы немножечко принижает и когда вас принижает вашу энергию вы свою энергетику как бы немножечко прихлапываете и но она не дает вам она как бы не дает дышать полной грудью она не дает бежать вперед чтобы какое-то воодушевление чтобы было она как бы ну вот да вот как бы так но если мы возьмем тот момент где вы лучше чем кто-то другой вас и эта ситуация не обрадует смотрите как это действует если вы себя сравниваете с человеком и например говорите вот я сегодня сделал вот вот столько а вот тот сделал всего лишь вот столько вы думаете вы от этого получите удовлетворение нифига вы точно также будете пребывать в расстройстве смотрите как это работает ваш мозг который не хочет отпускать это тело потому что ему это но у мозга и все что есть у него это тело поэтому он вас старается контролировать вообще абсолютно со всех сторон и с какой-то стороны это здорово может быть следующий раз мы это разберем и когда вы начинаете себя сравнивать даже с человеком который достиг намного меньше чем вы ваш мозг говорит как бы но вот смотри вот он достиг вот меньше чем ты да но он завтра может достигнуть больше чем ты и и если он ты его сразу ты себя сравнил с ним то кто-то сравнил себя с тобой где ты точно также для него вот этот комочек а он для тебя вот так вот и то есть мозг у нас все равно не получил свою пилюлю он не получил свою плюшку он все равно получил разочарование разочарование. Что в эту сторону, что в эту сторону, он все равно получает разочарование. И поэтому, как только мы себя начинаем с кем-то сравнивать, неважно в каком аспекте, вообще абсолютно, мы сразу же уходим на нижний план, мы сразу же себя, свою энергию начинаем придавливать. Мы тут же становимся неудовлетворенными от любого сравнения, даже в котором мы вау. Ребят, есть какие-нибудь вопросы? О, есть вопросы. Да, Горыныч, Игорь Горыныч, как приятно, что ты опять на эфире. Но что бы человек ни делал, он всегда это делает в первую очередь для себя любимого. Но только если человек, обижаясь, счастлив от этого, так зачем тогда ему избавляться от таких обид? Но это же, Горыныч, это же ложное, это же ложное счастье. Смотри, как только мы начинаем на кого-то обижаться, вообще не важно. Если нас вообще в принципе задевает какая-либо ситуация, значит, эта ситуация для нас значима, важна. Когда мы придали этой ситуации важность, как только мы придаём важность какой-либо ситуации, не важно какой, у нас сразу же получается зашкаливание эмоций, и даже не важно, в какую они сторону зашкаливаются, в хорошую или в плохую. Хорошая или плохая, это мы себе эти ярлыки повешали. И как только мы придаём важность этой ситуации, мы начинаем из-за неё переживать радость, то есть какие-то всплеск каких-то эмоций, которые выльются ещё в дальнейший всплеск каких-то эмоций. И если мы уберём важность любой ситуации, важность любого аспекта, как только мы снижаем важность, то мы тогда на это неважное событие в нашей жизни не можем обижаться. Потому что оно для нас нулевое, неважное. И когда мы находимся примерно плюс-минус вот в таком состоянии, мы находимся в лёгкой неге счастья. То есть оно у нас ровное и спокойное. Как только у нас идут эти перепады, то, что мы делаем всё в первую очередь для себя любимого, это я с вами абсолютно согласна. Спорить тут вообще даже смысла нет, потому что это действительно так. Но если вы говорите, что он от этих обид счастлив, то поймите, что это же, это не истинное счастье. Это счастье то, что мы прикрываем иное, другое. То есть мы одну какой-то, один нереализованный аспект в себе прикрыли другим. Именно так у нас вот одно на другое накладывается, и потом это во что-то, как пружина, выстреливает. Нам оно надо, чтобы это выстреливало. Мне кажется, у нас у каждого в жизни столько вот этих вот уже выстрелов и прострелов было, что, наверное, хочется чего-то такого уже, ну, наверное, более спокойного, более осознанного, более такого какого-то умиротворения, блаженства. Что такое блаженство? Блаженство это и есть, когда у тебя такое достаточно ровное состояние, в котором ты с удовольствием делишься, в котором ты с удовольствием в любви находишься, с самим собой в первую очередь. И когда у тебя нет важности какого-либо обстоятельства, когда у тебя нет важности какого-либо аспекта. Как только ты придумал важность чего-либо, то твой гормональный фон, твои эмоции начинают зашкаливать. А эмоции и чувства ванья – это абсолютно разные вещи. Они никак не связаны друг с другом. И когда мы начинаем жить на эмоциях, мы не можем отследить чувства ванья. Эмоции у нас начинают прыгать, и мы постоянно эмоционируем, мы себя поймать не можем. И тогда в этот момент мы не можем быть в моменте, мы не можем себя зафиксировать, мы не можем прочувствовать, что в этот момент вообще происходит. Мы не можем контролировать ситуацию. И именно поэтому эмоции как бы, ну, они, наверное, должны как-то быть либо поспокойнее, либо более осознаннее. А вообще, если вы начнёте, если вы приучите себя, если вы найдёте ту частичку себя, которую начнёте разворачивать по-новому, и именно чувствование – это будет иное. Тагир Султанов спрашивает. И живой день обида – это болезнь? Так, и живой день обида – это болезнь? Ну, не совсем поняла вопрос, но что-то, наверное, да, что-то схоже, что-то как бы не всегда приятно. Привет, Андрей! Так, Игорь Горыныч, «А какая разница, ложное это счастье или не ложное, если человек от этого счастлив?» Ну, когда ложное это счастье, оно рано или поздно заканчивается, и, как правило, заканчивается же оно разочарованием, вы же это сами понимаете. Это то же самое, что когда мы себе надумываем, да, любовь, вот какую-то любовь мы себе надумали и думали, вот этот человек вот такой вот, он вот такой вот, мы его себе придумали, он в этом не виноват, что мы его себе придумали. И мы счастливы от той ситуации, которую мы себе его придумали. И мы прям вот все порхаем, такие, все нам классно. Но когда это прекращается, и мы понимаем, что это мы себе надумали, ну, некоторые даже не понимают, то что наступает? Наступает боль, боль разочарования. И здесь то же самое. Вот в этом, наверное, и разница, что когда это ложное, когда это сложное, когда это ложное, то оно все равно заканчивается разочарованием. Другого я никогда не видела. Игорь Горыныч, вы хотите быть счастливой? Я абсолютно счастлива. Света, почему тело идет к холодильнику, открывает и кушает? Кто управляет? И потом обида на себя, как расширить сознание? Почему тело идет к холодильнику, открывает и кушает? Ну, потому что у нас непроработанная голова. У нас же в холодильнике, смотрите, у нас же в холодильнике хранятся не продукты, у нас в холодильнике хранятся наши эмоции, у нас в холодильнике хранятся наши чувствования. У нас каждый продукт связан с каким-то именно ощущением, с каким-то чувством. И мы когда думаем о еде, мы же никогда не думаем, что вот я сейчас его положу в рот, прожую столько-то раз, потом у меня скопится слюна, и я с огромным удовольствием это проглочу, и потом она будет спускаться по моему пищевому тракту и так далее. Мы же не так думаем, мы всегда вспоминаем именно не то, что как мы будем есть, мы не есть хотим, мы хотим вкуса, а не еды, а вкус у нас всегда привязан к эмоции, и когда мы разберем, что такое вкус и что такое эмоция, к холодильнику мы не пойдем. Поэтому я хожу к холодильнику только, чтобы достать либо животным поесть, либо чтобы детям что-то приготовить. У нас есть холодильник, но он очень маленький дома, и есть большая морозильная камера, где для животных у нас хранится все. И там уже другое играет, там уже не играет то, что мы хотим. Кто управляет, управляет ваша голова, не чья-нибудь, никто вами не управляет, в вас чужой не живет, я вас уверяю. Это вам говорит ваши непроработанные эмоции, и их просто можно проработать, их действительно можно проработать, и действительно просто. И я не просто так выкладываю отзывы ребят, которые проходили мои марафоны. Я вам их выкладываю, они самые обычные, там идут самые обычные люди, с такими же, с абсолютно такими же вопросами, как и у вас. И когда мы их начинаем раскручивать, вы понимаете, что это настолько просто. Самое главное, что готовы вы их будете принять или не готовы, вот это уже другой аспект. И потом обида на себя, как расширить сознание. А обида на себя, она же идет не потому, что вы покушали, а потому что вы не ощутили тех эмоций, которые вы на подсознании предполагали ощутить. Которые вы на подсознании предполагали, что вам будет вот так вот. Вам так не случилось, и именно поэтому вы начинаете злиться на себя и обижаться. А еда тут ни при чем, это все у нас в голове. И как расширить сознание? Да, нужно прорабатывать, нужно очень хорошо себя прорабатывать. И проработать себя на самом деле не сложно. Если вы найдете человека, который вам поможет, очень сложно себя действительно проработать. И можно себя проработать, например, на сухих днях. Но, если вы себя собираетесь прорабатывать на сухих днях, то, ребят, нужно обязательно сухих дней выходить на переосмысление. Выходить не на зажоры, а на переосмысление. И об этом мы тоже говорим с ребятами в марафонах. И тогда у меня ребята на зажоры, у меня после марафонов ребята на зажоры не выходят. Для них это уже неинтересно, понимаете? На зажоры выходят, когда ты не можешь получить, получить, получить эти эмоции. И вот ты начинаешь есть, есть. То есть я про эти круговороты тоже рассказываю. И то, что вы, если вы здесь уже, вы в этой теме уже интересуетесь, вы уже встали на свой путь, вы уже идете по нему. Вам нужно только правильно направить вас. Либо вы идете самостоятельно, и вы обязательно дойдете. Как я дошла, я же дошла, и вы точно так же дойдете. Но есть момент, когда вы можете дойти за гораздо короткое время. Когда вы найдете того человека, который вам срезонирует, который вас поведет. И тогда ваше расстояние уменьшится раза в два. И вам будет просто, если вы хотите, можете самостоятельно. Если не хотите, можете с кем-то. Это только ваш выбор. Но то, что каждый может до этого дойти, это я вам говорю, ребята, абсолютно точно. Я смотрю, как у меня ребята приходят на несколько марафонов. И с какими они результатами потом уже дальше идут. Это просто огонь. Счасть. Игорь Горыныч, счасть. Привет, солнце. Привет, Андрюш. Игорь Горыныч, любое развитие в чем-то, всегда есть деградация в чем-то другом. Да почему деградация? Нет, смотрите, если мы что-то убираем, это же не обязательно, что мы деградируем в чем-то. Мы же это можем просто убрать. Возможно, вы что-то другое имели в виду, и я как бы не с того аспекта это смотрю. Это может быть. Но любое развитие в чем-то, мы, понимаете, мы себя не можем развивать в чем-то. Мы себя можем только находить, себя найти. Мы себя развить уже не можем. Мы настолько развиты, мы настолько развиты, что развитей в этом мире, ну, на этой планете нет никого более. И нам нужно себя не развивать, нам нужно себя найти. Мы уже гениальны, мы уже восхитительны, мы уже настолько совершенны. Нам себя не нужно ни развивать, ни совершенствовать. Нам нужно просто себя найти, просто вернуться к себе. Счастье – это всегда крайность. Если вы говорите о счастье как об эмоциях, то эмоция – это всегда крайность. Я говорю о счастье как о том аспекте, в котором вообще пребывает человек. Счастье – это наше безмолвие. Вот когда мы попадаем в это безмолвие, когда мы становимся абсолютно счастливым. Но мы очень часто путаем счастье с эмоциональным фоном, с эмоциями. Эмоции – это не счастье. Эмоции – это просто всплеск наших гормонов на каком-либо этапе. Оно, естественно, не может быть счастьем. Поэтому у нас немножечко так, ну, наверное, закручено в нашей голове. И часто поэтому и пазлы не сходятся. А счастье – это безмолвие, когда ты можешь быть в абсолютной тишине с самим собой. Когда тебе не нужен никто другой для поддержания иллюзии твоего счастья. Когда тебе не нужен никто другой для поддержания иллюзии твоей нужности. Когда ты можешь быть просто сам собой, в своем спокойствии, в своем счастье, в своем молчании. Вот это вот и есть счастье, настоящее. Спасибо, Светочка. Пожалуйста, Розочка. Юлия Рукс. Как ничего не ожидать? Как ничего не ожидать? Снизить важность. Снижаете важность и у вас это ожидание, оно отходит на задний план. Как только мы начинаем поднимать важность, как только мы начинаем чего-то ждать, мы автоматически нас выбрасывают из момента жизни, из жизни. Мы начинаем всегда быть тогда в будущем. А что такое ожидание? Это будущее. Мы все время заглядываем в будущее. Но будущего-то может ведь никогда не наступить. Это то же самое, что прошлое. Оно уже прошло, с ним уже ничего не сделать. Его нужно просто принять. Может быть, в каком-то смысле даже сделать какую-то рефлексию и какой-то кусочек опыта, который ты понимаешь, что он тебе поможет, его перенести в настоящую жизнь. Но если мы будем этот мешок со всеми нашими какими-то жизненными переживаниями, что вот в этой ситуации было плохо, вот в этом было вот еще хуже, когда мы начинаем этот мешок тянуть за собой и перекидывать его в будущее, которое еще не наступило. То есть мы просто начинаем быть для своей жизни как какое-то звено. Мы даже в жизни-то в этой не живем. Мы в этой игре своей не играем. Мы в своей игре даже не играем. Мы просто как перевозчики из прошлого в будущее, из прошлого в будущее. И каждый день, причем самое, что интересно, что мы каждый день встречаемся, будущего уже нет, а прошлое еще не наступило. И так постоянно. Но мы постоянно эту рутинную работу переделаем из прошлого в будущее, из прошлого в будущее И как только мы остановимся, посмотрим то, что у нас есть сейчас Нам по большому счету не нужно будет ни прошлого знания, потому что оно уже не актуально в настоящем Нам не нужно будет придавать важное значение будущему, которое еще не наступило, возможно оно никогда не наступит И когда мы научимся наслаждаться моментом, в котором мы живем И в этом моменте мы только начнем ощущать вот эту вот значимость для самого себя Насколько мы важны для самого себя в этом мире Мы идеальны, а не развитые А почему вы думаете, что мы не развитые? А могут быть идеальны и не развитые? Вот мне как-то... Если мы уже идеальны, если вы даже взять вашу концепцию, да, Игорь Горыныч Что вы пишете, мы идеальны, а не развитые Но если мы идеальны, значит нам тогда уже и развиваться не надо Зачем идеальному человеку развиваться? Света, все говорят про внимание в теле, а где твое внимание? Мое внимание уже не в теле, я больше, чем тело Тело же нам дано для того, чтобы мы могли чувствовать Чтобы мы могли ощущать, чтобы мы могли что-то... Вот в этом мире, в котором мы сейчас Чтобы мы могли что-то ощущать, принимать Какие-то моменты, наслаждаться Это тело нам даёт те аспекты, через которые мы можем наслаждаться этим миром Но я намного больше, чем тело То есть я не нахожусь в теле Если я буду смотреть только на себя, только в тело И смотреть на себя только из тела То представляете, какая я маленькая песчинка? И когда вы начинаете себя осознавать и осознавать свой мир Когда вы начинаете понимать, что вы-то как раз не тело То вы начинаете смотреть, что тело в вас Вот это вот тело, вот этот аватар Он во мне Он мне дан для того, чтобы я начала Это как мой инструмент Он мне дан для того, чтобы я начала ощущать Чтобы я могла ощущать те процессы, которые происходят в этом мире В этом материальном, земном мире Чтобы я могла чувствовать Чтобы я могла даже эмоционировать Чтобы я могла что-то потрогать Чтобы почувствовать Что-то взять Чтобы я поняла, что это материально То есть, опять же, возьму пример с кофтой То есть я не кофта, но кофта моя И она мне дана как инструмент, чтобы в этом мире Она мне дана, чтобы просто вот прикрыться Потому что, ну, так вот здесь вот не принято Это правило этой жизни, этой игры И конкретно этого континента, на котором я сейчас нахожусь в данный момент Этого территориального аспекта И всё И точно так же тело И если мы с вами будем всегда думать, что я это тело И смотреть на себя Смотреть на себя как из тела То тогда грош цена всем вот этим вот Когда мы говорим, что наше тело, оно Самовосстанавливающееся Когда мы говорим, что наше тело Что у нас могут отрастать зубы, руки, ноги Причём это же уже абсолютно доказано Это же уже доказано Медициной, что это действительно есть И это в открытом доступе Вы можете просто открыть Ютуб И там просто в открытом доступе это всё есть Но если мы будем говорить, что я смотрю из тела То как бы, ну, вот у меня вот Что-то у меня там вот такой вот коридорчик Вот у меня такая форточка Я из тела смотрю А если тело во мне То представляете, какой у меня охват То я тогда, конечно же, могу смотреть из всего И именно поэтому, ребят, я и говорю Что многие вещи я не могу рассказывать в открытых эфирах Потому что не все просто к ним готовы Это не хорошо и это неплохо Это просто факт И вы можете либо самостоятельно к этому прийти Либо прийти через какие-то иные способы И вот такие вот вещи, когда Не том, что даже говорить Вот эти вот практики То есть сейчас вот закончился марафон Вчера У нас последний день был с ребятами Закончился марафон по депривации сна И как раз я им рассказывала эти моменты И мы включили практику То есть мы, конечно же, не спали Вот мы были все на связи И у нас был один день практики Прям ночь под утро У нас был день практики И вы не представляете, какие результаты были у людей Но я точно так же выставляла в сторис Они уже убраны Надо будет потом отзывы добавить И это классно, когда ребята говорят Когда они говорят Я чувствую эти вибрации Я чувствую этот переход И это же классно Это клево Ты понимаешь, что Вот оно Вот они, когда они понимают Что мы далеко не тело Что мы настолько больше Мы бы просто не поместились в это тело Здравствуйте Где вы купили такой крутой свитшо? В магазине, ребят Игорь Горыныч Когда вы говорите о том, что есть счастье То в этот момент вы только пытаетесь Спроектировать свои страхи на других Но я не знаю, правда Чем обоснована ваша мысль Вот такая вот Но я вам скажу про страхи Как я это вижу Я абсолютно уверена Что страха не существует Страх Это мысль В которую вы поверили Учитесь, ребят, отпускать мысли Светлана Как вы опишите единение и единство? А в жизни есть у вас применение этих слов? Это Тагир Это Это слова для слов Единение и единство Зачем ты разделил? Чтобы объединить Мы с тобой уже говорили на эту тему Но вот у тебя все равно Вот этот аспект Тебе он очень как-то близок, видимо Но я правда не понимаю Для чего сначала разъединять Единение, единство Там еще что-то Чтобы потом это все вместе объединить Будь цельным Добейся этого цельного в себе И тогда у тебя не будет разграничения вовне Добрый вечер Так, Юлия Когда пытаюсь снизить важность, появляется грусть Значит, ожидания связаны с желанием Ну, наверное, это вопрос, да? Когда пытаюсь снизить важность, появляется грусть Когда пытаюсь снизить важность Появляется грусть Грусть появляется, может быть, от того, что безэмоциональное состояние проходит Приходит Значит ли это, что связано с желанием? Не обязательно У нас есть желания наши истинные И которые имеют место быть Мы же с вами все-таки живые люди Да? Просто очень часто наши желания бывают не нашими Очень часто желания навязаны социумом Навязаны нашими близкими людьми Навязаны теми стереотипами, в которых мы выросли И мы их не всегда можем сортировать И когда мы убираем важность этого желания Возможно, тогда наступает грусть Но она наступает, наверное, не от того, что вы снизили важность А от того, что вы же это желание как-то холили или леяли Да? Как-то вот оно было, оно уже было частью вас То есть вы же хотели это И когда вы это желание убрали от себя То вы как бы Место пустое осталось И вот эту пустоту вам нужно чем-то заполнить Возможно, поэтому у вас появляется и грусть Потому что есть незаполненное какое-то ваше пространство И когда вы научитесь заполнять его любовью Любовью к самой себе То у вас не будет этой грусти И у вас будут все желания Которые приходят к вам Когда вы сможете Когда вы себя научитесь любить Когда вы себя научитесь принимать Безусловно, просто потому что вы есть Просто потому что вы уникальны И второй такой Юли Никогда не будет, не было и нет И когда вы это осознаете То, конечно, у вас не будет этой грусти И, конечно же, вы уже будете понимать Какие ваши желания И когда они будут именно вашими Они от вас не будут подать Вам не нужно будет их важность занижать Либо не занижать Они просто будут, потому что будут Потому что они нужны вам для того-то, для того-то Это не будет «хочу просто потому что» Это уже будет по-иному И тогда вот эта грусть, она, конечно, уйдет Грусть – это когда у нас остается Какой-то кусочек незаполненный И нам становится грустно Когда у нас вот этот вот Какой-то пазлик из нас вытаскивают Как бы так Уже хочется прикрыться Вы практикуете осознанные сновидения? Я практикую депривацию сна И сновидений у меня сейчас их, в принципе, нет Потому что если я сплю, то я не ухожу в глубокий сон Я сплю очень мало И я сплю, если даже в день у меня получается часа два То это не два часа подряд Я сплю максимум по 20 минут И каждые 20 минут я просыпаюсь У меня уже настроен так организм За 20 минут мы не можем провалиться в глубокий сон То есть сон идет просто как перезагрузка мозга И вот это вот у меня есть, да Мне комфортно находиться вне сна У меня идет другой процесс У меня идут другие познания себя И мне это интересно На данный момент мне это интересно Что будет потом, я не знаю Я с вами обязательно поделюсь Игорь Горыныч, развиваться только для интереса Игорь Горыныч, если бы у нас не было интереса У нас бы не было жизни Мы здесь живем Нас вообще на этой планете держит только интерес Если у нас к чему-либо проходит интерес Неважно, ну вот к жизни у нас прошел интерес К самому себе, к жизни Нам незачем больше находиться здесь Вспомните пожилых людей Когда они уже совсем старенькие Вы даже можете с ними поговорить, что они скажут Им уже не интересно Они готовы отсюда уйти И вот именно тогда, когда у нас есть интерес Именно пока у нас есть интерес Мы будем развиваться Мы будем совершенствоваться Мы будем жить Только когда у нас есть интерес Если интерес пропадает И если его в течение какого-то времени Не реабилитировать обратно То мы уйдем отсюда Все Я смотрю и из тела, и из души Вы работаете над усовершенствованием своего тела Вам же надо делать что-то, чтобы тело было здоровым Конечно, безусловно Я же в этом мире без этого тела существовать не могу И это как бы понятно Поэтому я работаю и с телом, и с головой Душа это, конечно, такое Настолько образное вот это вот понятие Я даже не могу сказать вообще, есть душа или нет Что такое, где она живет Когда говорят, что там дух, душа и тело Да, что вот три каких-то субстанции живут в одном теле Но это очень философский, очень спорный вопрос Я не видела души Я могу какими-то словами в постах, там еще что-нибудь Я могу какой-то аспект назвать душой Но обязательно его помещу в кавычки Потому что душу как душу я не видела Я считаю, это мое мнение Как я чувствую себя, как я чувствую иных людей Я чувствую, что мы энергия Мы есть энергия Постоянная, безусловная Но так как это не каждый понимает И не каждый готов это принять на сегодняшний день Потому что есть какие-то установки Есть какие-то у каждого там своих Кто-то в практиках находится Кто-то еще в чем-то Поэтому я никого переубеждать не буду Если вам сейчас на данный момент комфортно Смотреть и с тела, и из души Но это классно, это великолепно И может быть даже это и правильно Я просто могу рассказать только свой опыт Я не утверждаю, что это правильно Я не утверждаю, что это истина Я просто рассказываю так, как я чувствую Как я свои ощущения, свои наработки Даже так вот грубо сказано То, что произошло со мной Я это могу рассказать То, что я вижу, я это могу рассказать Чего я не вижу Я не могу с этим не согласиться Не согласиться Поэтому я говорю, возможно, это есть Возможно, я на данном этапе это не увидела А возможно, я не увидела Потому что этого нет Но то, что нужно работать над своим физическим телом Это безусловно Это даже не обсуждается И с физическим телом нужно работать еще И потому что Чтобы мы могли полностью наслаждаться собой Не отвлекаясь на какие-то аспекты Своего физического тела Они поняли, что депривировать на еде это трудно Да, ребят Ребята, которые были со мной в марафоне Которые проходили практику Причем мы делали ее И она дала прям такие достаточно глубокие результаты Они действительно поняли, что на еде депривировать Ну, возьмем такое легкое слово Сложно Когда вы хотите депривировать сон Еду нужно убирать Потому что иначе вы не примете Те информационные вибрации Те энергетические вибрации Которые вы могли бы принять в более очищенном теле Так, Светлана Здравствуй Твой аватарь очень сенсорный Значит и ЦНС, и мозг легко считывает Осознает много форме жизни Плазмы, полевые структуры и другие сущности Взаимодействуешь ли ты с этим Я взаимодействую с энергией, которая вокруг меня Которой являюсь я Сама Я сама энергия, вокруг нас энергия Мы можем считывать любую энергию С абсолютно любого расстояния С абсолютно любого человека На самом деле преград нет Это все зависит от состояния В котором ты существуешь И именно ребята, которые со мной Проходили последний марафон Они как раз это и увидели Это действительно есть Это действительно считывание энергии Это действительно принятие информационного потока в себя И точно так же отдача Что касаемо других сущностей Мое мнение, что это какой-то низкий уровень Я на нем не нахожусь Я не вижу этих сущностей Я, конечно, могу У меня бывает такое Несколько раз было такое, скажем Что чувствуешь что-то присутствие Оборачиваешься Этот силуэт, как бы он растворяется Но я на этом не зацикливаюсь Потому что это не то Не то пальто Ребят, это не то Это все Это низко Это низко не то, что там Это низко Это для меня Это как бы вот такой Это тот чуть-чуть ниже уровень Не том, что я выше уровнем А есть у нас несколько слоев Ты можешь сюда пойти А можешь сюда пойти А можешь сюда пойти И вот мне сейчас хочется Идти вот сюда Возможно, после того, как я Ширину освою Тогда я уже пойду в высоту Но мне нужно с чего-то начать Глубину осваивать Вот что-то там У меня нет желания Возможно, я что-то делаю неправильно Но это мой опыт И я сейчас осваиваю ширину Мне это нравится Мне нравится широко мысль В дальнейшем я пойду, наверное, туда Но мне же нужно подготовить свое тело Оно же должно у меня перестроиться У меня должна даже кровь кристаллизоваться Абсолютно иным способом Абсолютно по-иному Это как бы физика Это химия Это анатомия Об этом даже не я говорю Об этом все прекрасно знают Так, Юлия Как же от желаний избавиться? Юлечка, не надо от них избавляться Они великолепны От желаний не нужно избавляться Нужно просто понимать Какие есть твои желания А какие навязаны Вот И чтобы понять Какие твои желания Нужно сбросить с себя маски Нужно убрать роли Нужно быть честным Научиться быть честным с самим собой И как только ты будешь честна с самой собой У тебя начнут просто как шелуха Отваливаться вот эти вот маски Роли твои, которые ты играешь В повседневной жизни И когда все это начнет отваливаться Ты начнешь понимать Что такое твое желание И оно тебе начнет так резонировать И после того, как ты поймешь Что это твое Оно у тебя начнет сбываться Просто так На раз-два Потому что это нужно именно для тебя Не для кого-то Не кому-то что-то показать Либо доказать А именно для тебя Для родной, для любимой Пусть будет одно слово Тагир Пусть будет одно слово Единственное Ты есть единое И если ты начнешь себя делить То ты единым не станешь Все, что деленное Оно не может быть единым Все, что единое Оно не может разделиться Единое, оно и есть единое Я есть все Это же Может быть кто-то говорит Это просто как Философский какой-то аспект Не осознавая Но я как раз на марафоне Мне же это и говорила Что такое единое Что такое мы Есть все Это когда ты понимаешь Что ты Это вообще В принципе все Вот все, что есть Это все есть ты В каждой мелочи В каждой Не знаю В каждой молекуле ты И точно так же Каждая, каждая, каждая Там мельчайшая деталь Она есть в тебе Возможно это на этапе Просто не есть и не пить Осознать очень тяжело Это нужно добавлять Там дополнительные какие-то Аспекты по По очищению Наверное своей жизни Даже так я бы сказала Не только своего аватара Своей жизни Своей мозгов Просто когда ты Начинаешь очищаться 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 От всего То есть в общем смысле Этого слова Тогда ты начинаешь Познавать И чувствовать Другие аспекты Когда ты начинаешь Чувствовать Что ты есть Единая энергия У тебя этих вопросов Не возникнет Андрюш, спасибо Игорь Горыныч Мысли всегда Можно заблокировать А после Если будет На то желание Главное Только не забывать Это делать Мысли всегда Ну я вообще против Того Чтобы что-то делать Насильно Мысль Не мысль Что-то блокировать Не блокировать Когда у нас приходит Когда мы начинаем Себя осознавать Когда мы начинаем Себя ощущать Когда мы начинаем Себя воспринимать То к нам Не приходит Ни ненужных мыслей Потому что мысли Это всего лишь мысли Которую мы подумали И вы в этот момент Можете себе Можете задать Вопросы Хочу ли я ее думать И когда вы научитесь Быть в безмыслии Какое-то время И с каждым разом Все больше и больше Тогда вы начнете Ощущать Насколько это прекрасно Просто быть Просто быть Не просто думать О чем-то О ком-то Для чего-то Там что-то еще А просто быть И вот это вот Наверное Именно вот этого части Когда ты просто Есть в своей тишине Для самого себя И это круто Игорь Горыныч Неважно Навязаны нам желания Или не навязаны Если они уже стали нашими Но они не истинно наши Вот смотрите У вас У вас например Есть игрушка Которая вам нравится Да Вот она вам нравится Эта игрушка Вы от нее получаете Удовольствие Огромное И вы когда ее берете в руки Вы испытываете там Какие-то свои чувства Вы испытываете Какую-то нежность Какая игрушка Вы испытываете эмоции Что вот вы сейчас Вот ее запустите И будет то-то, то-то И ваш какой-то Даже воображаемый мир Он раскроется Но если вам дадут игрушку Которая Абсолютно крутая Она прям бомбически крутая Но вы ее не хотите Да, она стала вашей Это ваша игрушка Вам ее подарили И она бомбическая Просто для всего общества Но не для вас Вы от нее никогда не получите Столько эмоций Сколько там Не знаю Какого-нибудь Камушка Привязанного К веревочке Потому что Камушек Привязанный К веревочке Дает вам Вот столько Воображения А крутая Например Какая-нибудь Машина На пульте Она вам не дает Никакого Абсолютного Воображения В ней уже все заложено Вы играете С чужим воображением И также в желаниях Вы играете С чужим воображением Вы не играете В своей игре Это не ваше И даже вы Если вы считаете Что даже если Вот навязано Оно уже стало моим Оно вам не принесет удовольствия Это уже не то Вы туда не сможете Вложить свою душу Да Вот эта вот душа Про которую мы говорили Вы не можете В это желание Которое вам навязали Которое стало вашим Вы не сможете Вложить ваши эмоции Вы не сможете Вложить ваши чувствования Когда вот это желание Осуществится Оно вам не принесет удовольствие Оно будет просто Исполненным желанием Просто очередным Исполненным желанием Вашим И все Любовь и страх Это два конца Одной палки Они друг без друга Не существуют О ребят Времени уже Час прошел Как мы с вами болтаем Давайте я наверное Буду сохранять эфир А то потом сохранить Его уже не смогу Будет поздно Я вас всех благодарю За вопросы Игорь Горыныч Обязательно Приходи на следующий эфир Поболтаем Очень приятно С тобой было поболтать И со всеми вами Ребята Я очень рада Что вы все были на эфире И я надеюсь Что на следующий эфир Вы тоже придете С огромным удовольствием Буду вам рассказывать Свой опыт И свои чувствования И свои знания Передавать Которые есть у меня Насколько уж они Для вас будут полезны Это уже решать вам Всех обнимаю Всем спасибо Спасибо